Лосенка нескольких дней от роду обнаружил в районе деревни Пинья местный житель. Беспомощный малыш лежал на берегу Иртыша. Маминых следов сотрудники районного отдела госохотдепартамента рядом не нашли. Мы предполагаем так, что мать перешла речку с острова с левого берега Иртыша на противоположную к деревне Пинья с острова. Там небольшой участок к речке. Но лосенок просто отстал, силы потерял, его просто отнесло течением далеко от матери. А мать уже побоялась, видимо, подойти к деревне. Вчера пытались принять меры к поиску, но ее так не обнаружили. Шансов выжить одному в диких условиях у него не было. Поэтому специалисты приняли решение передать лосенка на временное содержание опытному ветеринарному врачу, пока он не будет готов к самостоятельной жизни в природе. И вот сегодня из Пиньи перевезли уже в деревню Сибиряк к сапожнику Владимиру Михайловичу. По той простой причине, что человек с опытом работы много лет отработал у нас начальником в ветслужбе. Соответственно, у него здесь большое домашнее хозяйство. Имеется молочная понька, лошадочка и ослица молочная. Малыш дорогу перенес нормально, но пока он находится в стрессе. Для адаптации нужно время. Прогнозы давать очень сложно. Пройдет 3-4 дня, там уже неделька. Видно будет, как он возьмет соску, как он будет реагировать на другое молоко нематеринское. Организмы разные у животного. Мы не знаем еще предыстории его. Нужно время. За 14 лет это второй случай спасения лосенка в Тобольском районе. У этого маленького жителя дикой природы появился шанс выжить и вернуться обратно в свою среду обитания. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. До свидания. Продолжение следует...